Всем привет, друзья! Это Сергей, вы на канале AllSchoolGamer. И сегодня мы узнаем, как играть в Монополию. Три года в Монополию, а затем всё рушится. Теперь я подошёл вплотную и наяву. И я знал имя своего врага. Николь Хорн. Мне было нечего терять. Отличное начало. Конечно же, играть в Монополию, это, так называется, один из последних уровней. Max Payne 1. Великой игры. Не могу много говорить. Тут опасная битва, как видите. Смотрите. Фу. Почему-то время не замедлилось. Что-то ещё тут. Не знаю, в этом видео пройду я игру или в следующем. Мне кажется, ещё части на две хватит. Тут потому, что уже трудно. Под конец много раз приходится умирать. Ну и если кто-то не в курсе, это далеко не первая часть прохождения. Проходим в 4К. С фиксом на широкий экран и с улучшенными нейросфитерными фикстурами. Очень красиво выглядит, отлично играется. На максимальной сложности, кстати, прохожу. Я тут вспомнил, после последней части прохождения, что тут же должна быть вроде как секретная концовка, что Моно выживает. Где? Где они? Вон он. Да? Прикольно. По физике упал Кольт Коммандос со второго этажа на первый. Можно его подобрать. Круто. Знаете, вот игра Коу 2001 года. Это мы уже выяснили в прошлых частях, потому что тут ещё стоит здание Всеверного торгового центра. Игра чуть раньше вышла. И вот в некоторые другие игры того же времени, или даже более поздние я играю, думаю, что следующее постримить, так сказать, не постримить, но на YouTube выложить. И все игры, вот главный недостаток, никакой нет интерактивности. Максимум, вот дырки остаются. А тут просто всё по физике. Макс Пейн просто, ну, поражает вообще. Как игра того времени, как всё интерактивно. Ладно, давайте почитаем документы. Ящик достали, открыли. Интересно. Проект Вальгалла был далеко не единственным объектом их внимания. Здесь были целые ряды шкафов с папками. Это общество существовало годами, постоянно наблюдая из тени за тем, что происходит в мире. Он хотел, чтобы я навел порядок в этом хлеву. В конце концов, за часть этой грязи отвечал я сам. Малый круг. Это какие-то басоны очередные. Прикольно, от взрыва шкафы упали. Это же я взорвал, тут стояли эти бомбы. О-о-о, тварь какая! Откуда ты взялся? А, тут, смотрите, дробовик остался прям на поручне. Ай, и оружие не является таким физическим предметом, которое на выстрелы реагирует. Обидно. Но всё равно интерактивность высокая. О, тут прикольно. Дверь закрыта, да? А не открыта. Но я думал, что только по шкафам и можно пропрыгать. Аккуратнее быть. Вон тварь. Сейчас я его... Ха-ха! Как вижу М79, всегда у меня первая мысль почему-то о сифон-фильтре. Шикардная игра, между прочим. Кольт-команд, четвертый патрон, маловато, конечно. Но можно подлечиться. Давайте убьём этого и попробуем сохраниться. Граната! А, не успел чеку выдернуть. Ну и отлично. Сохранимся. Как-никак, большой залп прошли, чтобы второй раз не пробегать. Крустяк, аптечечки. Начинать не аптечки, а это обезболивающее. Пейнкиллер по-английски. Игра так же тоже, кстати, крутая. Хотел бы и в неё поиграть однажды. Прям в самую первую часть. Ну или в Black Edition, да. Или... По-моему, у него какой-то был полу-сборник, полу-ремастер вместе с аддоном. Пейнкиллеров сейчас очень много. Штук шесть, наверное, с теми. Библиотека. Опа. Вот да, я, смотрите, от выстрела там. Бумажки с кем-то вылетают. Круто же, круто выглядит. Да. Блин. Со снайперски попробовать весь тут кто-то. Уууу. В спину своему стреляет. Ай, меня убил. Но было весело. Было забавно. Наце снайперки, да, патронов мало. А снайпер с одного раза убивает. С неё удобно, можно популять. Шевелитесь там! О, нифига себе. Туварь. Ай! Хе-хе-хе. Они там прямо на канатах сверху спускаются. Обтечки забыл, гадить. Да-да, вон звук пистолёта. В этого попал. В этого попал. А в этого не успел. Мину поставил. Чёрт, у меня закончилась где-то перемотка. Ой, нифига поломал как-то. Это был опрометчивый выстрел. Ну, знаете, тем интереснее, я уже не первый раз говорю, чем офигение на Макс Пейна. Я уже почти до конца дошёл. Тут интересно умирать и заново проходить то же самое. Типа, вылечив, вылечив, выучив это, какую-то тактику. Вот тут, типа, враги прыгают сверху. И вон я всех троих перестрелял. Сейчас ещё там должны откуда-то явиться, да? С другой стороны, он не поставил бомбу, и, значит, колонна не упадёт. Интересно. Только что ж, я взорвал его бомбу, и колонна упала. Хотя можно попытаться, наверное, её валить гранатой самому, нет? Нет. Походу, она только под крипту, от его бомбы работает, отражите. А, ну вертолёт не вертолёт, но они спрыгнули-то, они через какие-то вот эти окна сверху, непонятно. Вот, видите, я говорю, физика, физика. На самом деле, есть ещё непреодолимое желание пройти потом у второго Макс Пэйна и третьего. Третьего я никогда не проходил. До половины один раз дошёл и забил. Хотелось бы попробовать сейчас, спустя годы. Опасный коридор. Оп. Как ты, тварь? Чувак, в плаще. Какой тут там? Агент. Ой, второй ещё тут. Что бьёт меня? Умри, умри, умри. Фу. Представили, из них тоже обезболивающее выпадает. Так, ну тут просто длинный проход, наверное, врагов не будет. Это просто как локации, откуда они пришли. О, снайперка лежит. Вот поэтому. Так, ну у меня полное здоровье. Мало, конечно, жизни. Ещё по патронам. Здесь с командоса мало. 7 из 10, два выстрела. Давайте сохранимся. Пресс-рум. О, действительно, пресс-рум. И он там открыто, да? Ага, лол. И тут снайперка лежит. Дамы и господа, товарищи. Что с пистолетом, что ли, бегать? Прежде всего, самым нужным оружием потратил патроны. А эти дебилы с биретами. О, он тварь. Он тварь. У него рожа у тебя шарапает. У него же глаза закатились. Нифига. Какой-то английский дед, похоже. Шотландец. Блин, мне это напоминает последнюю миссию в первой мафии. Там, в музее, где битва была очень похожа на этот зал такой многоэтажный. Где с Сэмом, который убил Поле, надо было воевать. Эх, первую мафию тоже бы перепройти. Но она такая тяжкая сейчас. А если играть, то по приколу, это нужно вставить какую-нибудь это мод на криминальную Россию. Типа того там. На Волгах и на Запорожках ездили. Они тоже сейчас снайперками были? Вот вроде. Ну вот, потолок похож на тарелку, из которой я супьем. Перевернутую. Офигеть. Мафию, да, первую мне нравил. Сюжет там, конечно, такой трепетный. На первом этаже я был, да, я выходил. Прикольно. Вот так. Лестница вниз. Ну да, вроде такое, эти квадратные здания, здания с центральным залом. Несколько этажей. Но в итоге эти двери многочисленные закрыты. И как бы получается просто такой дикий лабиринт, что я как-то он там, 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 вверх, вниз, куда-сюда. Был на первом, опять на последнем этаже. Снова сейчас вниз пойду. Просто, чтобы выбросать отсюда. Забавно это срежиссировано. О, они сверху откуда-то, тварь? Ух, нифига они. Запугали меня, конечно. О, срежиссировано. Где вот туда? Решетка. Туда не пройти, сейчас опять придется идти в обход. Сохранимся. Теперь уже в каждых окон боюсь. Бам! Ну и, конечно, эти знаменитые полеты пули. Мне кажется, Макс Бейн это первым вел. Возможно, Снайпер Элит первый. Не знаю, не помню, когда он вышел тоже в те времена. Ау! О, срежиссировано. Ау! Тварь. Спугал меня. Урод. Нормально ему бурюшину Садил Так 30 патронов Хм А, здесь я уже был, да Вот да, про то я говорю Закрытая дверь Я сюда пройти не мог Вот пришлось бежать, аж вон там Я бегал, поднялся на этаж выше И снова тут Мне нравится так это, что прикольно сделали Именно Уровня Тут как бы враги Вот эти наемники в черном И какие-то спецагенты А спецагенты это тоже На этом Николе Хорна работает Типа, корпорация Такая Вон тварь Смелые снайперки Что такое А, счет возьми Вот ступняк, который в Макс Пенни И снайперская винтовка Из нее целится на Е И действует на Е И я нажал на Е И вместо того, что целится Он на кнопку нажимает Опять этот центральный зал И снова Теперь На этаже ниже На первом Я уже не зачистил Вот я туда Отсюда Я убивал И вот сюда пройти Теперь можно Ну да В итоге Тут так Все эти двери Позакрывали И подкрывали Что в итоге Везде Во всех комнатах Тут бывает Круто Мне что-то очень нравится Ну да Сохранимся еще разок Я прошлый раз По-моему Сохранялся Всего 3 минуты назад Но Много прошел Удобно И снова Лестница Ну на лестнице Что с дробовиком Попробую У меня 80 патронов А вот я С той стороны Решетки Теперь Тоже Зачем Тут поставили Решетку Чтобы сразу Не пройти Побольше Повоевать ЦРУ ФБР Они все На то лицо Видел одного Считай Видел всех Для практики Неплохо Но на нее Работать Вот это По-настоящему Здорово Деньги гребешь Ломаные К тому же Можешь Прекончить Любого Кто тебе Дорогу Перебежит Орицарит Зеленоубийство Как у Джеймса Понятно Это как я и говорил Кто они такие ЦРУ ФБР Хайлайты Хайлайты Видите Что произошло Просто киш О А это Как раз Это Комната Совета Где все И произошло Да Тут даже Обрушилась Эта плитка А он В это Да Это кажется Взорвалось Я вот в это Окно Выпрыгнул И как раз Пущался Прошлый уровень А он бегал По улице А это Это Малый совет Ну крутяк Ну крутяк Со снайперки Можно лицо Смотреть Так Так Одет Пенсионеры Ну как обычно Компьютер А Чуть ближе К краю И вот тут Да Текстурка Вроде Улучшенная Рожей Мерзкой Этой твари Николь Хорм Николь Рог Оп Берите его Пора с этим делом Покончить Тварь С джекхамером Гугу Так Поджал Урод Ооо Еще и статую Сломали Нет Не прыгай Зачем ты прыгнул Гиггил Так тебе Макс Пейн Тупой Сам виноват Тоже бесит Если как бы На ходу Нажать Шифт Или правую Кнопку мыши Ооо Джекхамер Отлично В прошлый раз Я пропустил Это 40 патронов Хорошечна Хорошечна Если на ходу Нажать То он прыгает А если на бегу То есть Тоже прыгает Тогда Я имею в виду Если стоя Тогда Замедляется Человечески Время Вот это Раздражает ЦРУ ЦРУ ФБР Они все На одно лицо Видел одного Считай Видел всех Для практики Прочти Красота Ладно Я думаю Это последняя Битва Причем Тупо На самом деле Потому что Я сейчас Выйду В главный Зал Да я уже Был На прошлом Уровне Но теперь Враги Открыли Дверь И теперь Я смогу Потянуть Это здание Счет Возьми Уберите его Пора С этим делом Покончить С тобой Покончим Урод Да ладно Че Снайперки Че Лас Хотел Труповика Прикалываться Пора С этим делом Покончить Прикалываться Покончить Прикалываться Покончить 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 Ну это Типа Бывает Бывает В конце Битва С боссом Несколько Таких Мы видели Где прям В голову Там я стрелял Там ПП Несколько раз Что такое Когда говоришь Не концентрируешься Бывает 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 Битва Там С большим количеством Врагов Оба Варианты Прикалываться Наш Улетели Оба Все Закончилось Блин Да эти Джекхаммеры Такие здоровые Мне кажется Они даже Тут чуть-чуть Не в масштабе И больше Чем на самом деле Огромные Такие Пукалки Прикольно Упала Да эта Колонна Такое Мини О Нашел Полная Жизнь Такое Мини Обелиск Как у Мемориала Вашингтона Прикольно Кувырок Окей Окей Обезболище Откуда взялось Я же забирал Вот открыл Сюда Входная Дверь Да Да Понятно Погнали Терять Нечего Ну все Это уже Да Считайте Не последний уровень Но последняя локация Уже Айзер Корпорейшн Наконец-то Мы узнали нашего врага Идем мстить Мой подход к задаче Был не из оригинальных Для этого было и не нужно Все новое Это Хорошо забытое старое Око за око Вот главный принцип Мести Старый как мир И все еще действующий Главное правило Когда охотишься за кем-то И хочешь его убить Это не питать к нему Личной неприязни Впрочем Чаще всего Это не получается Не получилось И у меня Я провел достаточно Времени Схитаясь По заснеженному городу Спешить было некуда Я знал Что должен делать Я немало времени Потратил На обдумывание Всего этого Наконец я Наконец я Припарковал Очередную Угнанную машину Главного входа В здание Айзер Корпорэйшн Выйти Войти Из отдела Для Николь Хорн У меня была припасена Пуля с ее именем Против ее Ультра-современной Системы защиты И армии Вооруженных До зубов Охранников Вполне достаточной Чтобы начать Третью мировую войну Страха я не чувствовал Это было Ее царство Изящное И холодное Царство Стекла И стали Царство Магнитных Карточек Металлодетекторов И с видеокамерами На каждом шагу Тут начало Хорошее Миссия Практически Как лучшая Сцена Первой Матрицы Когда они в холл Пришли И начали Больбу Про Матрицу Был Офигенный Морд Для Макс Бейна Морозильная Камера Холодная Как ствол Пистолета Прикол Да Типа я пришел И пока тут Никого нету О у меня 150 патронов Для поликоманды Хорошо Ни охраны Никого Никто не встречает Все на самоизоляции Уморозильная Жив Ну почти А может Из дробовика Попробовать Они в бронежилетах Тварь Ну да Прикольно Не прикольно То что я вспоминал Этот Пепе Паршивый предатель Продажный придурок Как он его называл И снайперке Надо было 5 или 6 пуль Садить в голову Чтоб он умер Но это нереалистично Че он Как терминатор С бронированной головой А вот тут прикольно Вроде в бронежилетах И по ним Реально Ну нужно Пульнуть Несколько раз Шпания Померля Люблю Когда в играх Вот таких Реалистичных Стрельба Реалистично сделана Трио Пунчинелло Тоже мне не нравилось Там Я какому-то негру Две гранаты кинул А он после них Жив еще Ну как так Не бывает такого В реальной жизни Ладно Давайте Моя любимая Стрелятельная Тачника Они не умирают Тоже с одного Выстрела Да М79 Что Су Вашу Майк Китаец Косоглазый Да С М79 Вон она Крутяк Вот это Да Я подумал Если будет Не лень А потом Из всех Серий Прохождения Сделаем Нарезку Интересных Моментов Как и заходничьего Ружья Перестрелял Это Да Прям Враж Какой-то Вошел Три Штуки Тоже Нормально Внутри Здания Из гранатометов Херачить Давайте Сохранимся У нас Полный Боезапас Да Как он Сказал Стекло И Бетон Хорошо Что Сохранился Сохранился Ну Исполнял Его Тоже Весело Когда происходит Какая-нибудь Свалился Как ребенок В торговом Центре Вот Это Ненасмур Чуть Тварь А ну Иди Сюда Китаец С дробовиком Ух ты Вон Там Еще один Как круто Замедленно Времени Видно Как пули Летят Как кайфу Ваще Бежит Еще один Не пизда Нет Сколько у вас тут Тут хоть паркет красивый Летят 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 Сюх Лифтов Да Два Тут Шесть Тут Два Тут Это я уже На втором этаже Ну да Это такой здоровый Небоскреб Я смотрел документальный Фильм про этот Только что вспоминал Про 11 сентября Про Вон там тоже рядом За роидом Сементорговый центр Как его строили Как архитектор Вообще придумал Все вот это сделать Такие огромные Два непоскреба И там вообще Дичь Там что-то Было Что-то Там не знаю Не помню Сколько Много Что-то Что-то Шесть 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 створки опущена тут я ненавижу это когда из-за угла кто-то убегает еще один балкон никого это что-то уже из первого резидент и вала из фильма я имею ввиду смелый елвич помните там логово королева были такие же лазеры и там был негр в этом отряде и его просто эти лазеры врагу нарезали врагу не пожелаешь какого врагу нарезали еще типа тут пробегу под ней или перепрыгнуть надо опа труднее ладно раз 20 пропрыгаю это наоборот надо так это знаете чисто гейм-дизайнер уже хотел поиздеваться называется их последние уровни в любой части марио какая-то дичь начинается просто нечеловеческая и по на тебя даже так меня убил м-7 из м-79 в пальму пальнул ненавижу какие места прыгать еще тоже можете представить будет подобная ситуация где вы будете прыгать через лазеры не будут лазер и вам надо пробраться и вот вы будете прыгать как сайга горный сучки затянется надолго вот я все я молчу сконцентрируюсь попробовать пройти тут это что как раз то что и говорил бывает как бы набегу жмешь замедлить время и вот такая хрень и выходит так отлично этого убил сохранился бы жаль сейф тратить ладно давайте сохранить я помню ни разу еще за всю игру не тратил прям до нуля свободные места оп так тут опять прыгать оп красавчик не надо было лучше после сохранен а 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 в а а а а а а моно когда лифт спустился обратно модным уже не было осталось лужи крови но тело исчезло разум еще никогда не был так ясен казалось что где-то там наверху снежные тучи наконец-то растаяли и из черной глубины неба вниз смотрят холодные звезды красиво ставить были там роги разобрались Вообще, в первом Макс Пейне роль Моны Сакс как-то не особо проработана. Я не знаю, специально это сделали, потому что по нуару вступала такая загадочная женщина-вамп. Либо, не знаю. Интересно, один раз мы ее встретили в конце первой главы, после убийства, или перед убийством, после убийства Клюфина. Есть куча классных боевиков. А я говорю о самых крутых. Там всегда время при перестрелке как бы замедляется. Ты видишь, как пуля летит, а герои от ее уворачиваются. Вот было бы классно так научиться. Режим замедления. Вот как это называется. Да, неплохо бы вот так на самом деле. Ха-ха-ха. Эллоу. Кто это сказал? Я покажу тебе режим замедления. Снайпер, подайте мне. Уберись ты, наконец. Люблю вот эти диалоги, конечно, смешно. Это как во сне, когда я его глючила. Типа я персонаж комикса, я увидел облачка над головой и мои мысли у них. Скосив глаза в край экрана, я увидел счетчик жизни и счетчик патрон. Я был героем компьютерной игры. И вот сейчас про slow motion. Крутая игра. Что я говорил. Люпина, когда убили, увидели первый раз Мону Сакс. Она нас предала, вколола нам наркотика. Конец первого акта. Конец второго акта. Мы в доме Пунчинелла. Перед нами пробралась Мона, но мы ее не встретили. Но нашли мертвую сестру Лизу. Мона и Лиза. Мона Лиза. Это Мона Сакс, а та Лиза Пунчинелла. Ну, тоже так это. Ремеди. Смешно, конечно, все это сделали. Ее встретили еще раз. Вроде ее пристрелили, а она исчезла. Больше мы практически ее, считай, не встретим. Две двери. Мне кажется, они ведут в один большой зал. Да. Это какая-то комната управления. Что это? Аптека. Да, тут прям интересно. Все так. Компьютеры. Все окна зашторены. Кулер. Водичка полилась. И доступ к лифтам. В здании AERIS Corporation есть мейнфрейм. То есть в подвале, где находятся все самые главные системы жизнеобеспечения здания. Лобби. Откуда мы зашли. Офисные этажи. Не знаю, на них ли мы сейчас или выше. Наверное, выше. Потом президентский офис. Потом секьюрити. Служба безопасности. И пентхаус. Куда мы, собственно, и направляемся. Я получил доступ к основному блоку. Там можно было отключить систему безопасности и попасть в ее офис. 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 То есть сейчас, наоборот, мы пойдем вниз. Блин. Вашу ж мать. Такого я не ожидал. Так. Ставь. Нет. Нет. Им. Теперь будет холодный день в аду, чем я позволю полицейскому меня остановить. Мисс Сакс, приступайте. Успокойся, Макс, ты хороший парень, а я не убиваю хороших парней. Да ты и все за ртыгал. Когда Хорн отправил меня убить Пумчинелло, чтобы порвать связи с Майей, это было совсем другое дело. То же самое и сейчас, только плохой парень здесь. Это она, ее сестра за меня попросила. Я неплохо был знаком с желаниями призраков. Они хотят мести. Он ей прям в башню попала пуля. Хе-хе-хе-хе. Когда лифт спустился обратно, модно у него... Когда лифт спустился обратно, модно у него... Хватит. Стрелять по этим лазером. Что же я не сохранилась такая, наверх приехали. Пожадничал. Пожадничал. Как они тут доминировали шахту лифта? Непонятно. Только что, вроде, лифт рабочий был. Потому что он снизу, конечно, приехал. Что-то на канатах тут, что-то спускались, вешали эти лазеры. Чушь. Нереалистично. Послушаем опять этот смешной диалог. Скажем, если мы показываем, что в через пару месяцев уничтоженных глянкими пурорами... Здесь есть куча классных боевиков. А я говорю о самых крутых! Там всегда время при перестрелке как бы замедляется! Ты видишь, как пуля летит? А герой от нее уворачивается! Вот было бы классно так научиться! Так и научиться! Режим замедления! Вот как это называется! да неплохо бы так на самом деле жалюзи до открылись застреляли меня сразу знаете почему это произошло потому что я слишком много пиздел и забыл сохраниться я получил доступ к основному блоку там можно было отключить систему безопасности я получил я получил доступ к основному блоку там можно было отключить систему безопасности и попасть в ее офис хай то есть это не произойдет пока к двери не подойду коварные твари китайцы расстрелял просто в прыжке гуан поверят корпорации айзер айзер корпорации ну да на айзера похоже ну чё я думаю этот лифт наверно будет завершением уровня либо уже скоро и уже 46 минут видео тогда на этом и закончим действительно да следующая часть прохождения скорее всего будет уже последний не я не знаю может что еще не конец теперь едем вниз подвал а Орожка! Жей! Ставь, как-то сориентировался успел! Какая работа! С 9 до 5, как у всех! Ну, насчет с 9 до 5 я не уверен, но я тебя... Куда я тебя не могу? Куда я тебя не могу? Куда я тебя не могу? Жесть какая произошла так! О! Действительно, мейнфрейм серверный! Прикольно тоже диалог про с 9 до 5! Мне это напомнил о Войстине Пауэрсе, как приспешники Доктора Зло! Что-то у меня закончилась эта перемотка! Эй, это я пришел взрывать сервера! Перемотка-то сраная, сама не устанавливается! Что? Это я! Эй, это я! Эй, это я! Тварь! Жень! Как они меня напугали, я что-то штаны не наложил! Я получил доступ к основному блоку. Там можно было отключить систему безопасности и попасть. Я имею в виду перевод на русский. Мы инфрейм в основном блока. Р closely Короче на лифте получается приезжают такие тома а тут опять будет этот разряд И первый раз я прям И какой то запек, что делать Вот да, зачем он сказал Я решил доступ к основному блоку Там можно было отключить систему безопасности и поднасть в ее офис. Скрипт не сработал, я кнопку-то не нажал. Я получил доступ к основному блоку. Там можно было отключить систему безопасности и поднасть в ее офис. Дурачок. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Угу. Девушки отдыхают. Угу. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok